Я вроде как собрала посылку для возврата Asos, вернее две. Мне вчера девочка в чате помощи сделала отдельные возвраты на каждую куртку, потому что в постаматы, покоматы, омнива не влезет две куртки, ну и более того, в один мешок не влезут две куртки, поэтому она сделала разные. Вот, поскольку пакет Asos для возврата только один, я запихнула второй в мешок из-под лидла, наклеила на него распечатанную бумажку, хорошо, у Ника в офисе есть принтер, он мне распечатал бумажки на возврат, наклеила в общем бумажки и сейчас иду. Консервны следующие, что в покомате, чтобы туда вообще как-то добраться, нужно иметь код. Вот я никогда еще через покомат нигде ничего не возвращала, и поэтому у меня есть консерн. Но на сайте омнива, у них там есть вопросы-ответы, я нашла, что возврат посылки именно Asos, вот этот трек-номер, его нужно ввести, и после там следовать инструкции на покомате, и вроде как он должен принять. Поэтому попробую так, потому что я сейчас еще зашла дополнительно в чат поддержки Asos, но у них там что-то как-то все очень долго, они что-то там выясняют информацию, ну и скорее всего они скажут мне, да, трек-номер это все, что вам нужно, а вообще обращайтесь в эту омниву, как там это все работает. Потому что как в Москве, например, пунктов выдачи, соответственно, там же, где и осуществляется возврат, здесь такого вроде бы нет, все осуществляется через вот эти вот покоматы, постоматы. Ну в общем, сейчас выездим. Выбираем русский, возврат посылки, ввести код. Вводим код вот этот вот. Так, ввести. Так, открылся шкафчик, но он очень маленький. Так, здесь есть опция изменить размер ячейки, подтвердить. Так, нужно закрыть. Так, закрываем. Выделите размер ячейки. Большую. Так, засовываем посылку. Так, шкафчик открылся. Так, закрываем. Так, посылка возвращена. Ну вроде бы все. Ну что, две посылки я отправила. Надеюсь, это сработает. Вроде бы не сложно. Надеюсь, что все сработает как надо. И бабки вернутся. Можно будет заказать новую парку. И все будет хорошо. С нужным размером. И она будет прекрасно мне служить и защищать от холода и ветра. Потому что я сейчас хожу на мне термуха, длинный свитер и сверху дождевик. Это, конечно, ну, вариант решения проблемы. Но, например, когда мы ездим на Моцике, ветер все-таки сильный и продувая так серьезно. Поэтому хочется что-то посильнее, потеплее надеть. Потому что под эту, под этот дождик, конечно, ограниченное количество одежды, которое может, можно впихнуть. Просто за счет толщины. Иначе я буду не в состоянии шевелить ручками и ножками. Вот. Так что сейчас иду домой. Сейчас собираюсь позаниматься испанским. Потому что там кучу новых слов нам дали. Домашнее задание. И плюс еще дали глагол sir. Это аналог английского to be. В общем, нужно выучить его склонение. Ну, а с английским и испанский не похож от слова совсем. Поэтому это просто нужно зубрить, как попка-дурак. И, может быть, это заполнится. Я надеюсь, что заполнится. Я позанималась, наверное, часа два испанским. Идет тяжело. Но если долбить его регулярно, то что-то потихонечку запоминается. Это уже радует, что мозг еще не совсем зачерствил. Вот. На улице сейчас адская морость. Прямо противная до ужаса. Дома сидеть я устала. И сегодня не хочется что-то расхламляться. хочется размять телеса, так сказать. В общем, я тут нашла спортзал. Лемон Джим называется. У них есть бесплатное пробное занятие. И вот я сейчас иду к ним. Хочу посмотреть вообще на спортзал, позаниматься. Если у них есть сауна или что-то в этом роде, то это вообще прекрасно в такую погоду погреться. Вот. И хочу разузнать, есть ли у них опция купить абонемент на месяц. Ну, то есть вот до конца месяца мне позаниматься. Или какие-то разовые занятия. Ну, типа разовые посещения организовать. Потому что на сайте у них есть опция только годового абонемента. В общем, не поняла я. В общем, сейчас хочу сходить в спортзал позаниматься. и, короче, все разузнать. Потому что погода примерская. И бегать я не могу в такую погоду. Мне не кайфово. Мне вообще бег дается тяжело. Я там не испытываю никакого кайфа во время тренировок. Только после. А в такую погоду вообще не хочу никакой пытаться испытывать кайф или не кайф. В общем, поэтому я решила, что, наверное, мне стоит пойти позаниматься в спортзал. Чик покачать попу. А то если переезжать в Испанию, то надо с красивой попой. Там же тепло круглый год. Домой после спорта, после фитнеса. Я ходила в Лемон Джим. Хотела там на самом деле сделать базу. Но это подтягивание. присед и мертвую тягу. Но присед я не смогла сделать со штангой, потому что штанга, так, чтобы ее как свободные веса брать, была только одна. Она была занята. Там чувак к ней прилип адски. Было два тренажера смита. Это тренажеры, в которых штанга закреплена и она ездит по определенной траектории. А когда ты делаешь присед, определенным образом сгибаешься и у тебя штанга не ездит вертикально вверх-вниз. Она немножечко за счет наклона твоего тела уезжает чуть-чуть вперед. А тренажеры смита чем плохи? Насколько я знаю, я это слышала у одного ютуб фитнес-тренера, который уже 30 лет с лишним практикует и у которого есть чемпионы, которые в Мэнс Хэлс выступают и фитнес-бикини. Он категорически запрещает девочкам делать присед в тренажере смита, потому что он очень негативно влияет на женскую мочеполовую систему. То есть, соответственно, если регулярно этим заниматься, могут быть проблемы с гинекологией. Вот и все. Поэтому там вроде как есть какие-то специальные техники выполнения приседа в тренажере смита, но для меня уже все. Есть такой риск, ну нахрен, не буду рисковать, буду лучше приседать с обычной штангой классика. Классика, как делают качки. В общем, вместо тренажера с смита и вместо приседа со штангой я делала жим ногами и в общем было все хорошо. Потом вместо подтягиваний я делала просто приводящее ... Блин, забыла, уже так давно занималась и так давно уже не занимаюсь, что уже забыла, как называется. В общем, будет видео. в общем, я делала тягу, а, тягу верхнего блока груди. Вот, там было достаточно все нормально. Единственное, что тренажер был такой квадратный, то есть я видела чувака, который делает тягу блока к животу или к груди это называется, к животу, наверное. Сбоку стоял чувак, который тянул вниз и слева была еще какая-то тяга, я не помню кто там, там никого не было. В общем, эти два чувака мы вот так друг с другом смотрели. Это, конечно, не очень круто. Круто, когда эти все тренажеры стоят по отдельности. Вот. И из того всего, что я хотела сделать, я сделала только мертвую тягу, но делала я ее не со штангой, потому что она была занята, а делала я ее просто с фитнес, как это называется, фитнес-гриф, наверное, на котором уже готовый вес. На нем вес 15 килограмм, и я вот с ним делала эти упражнения. Нормально, сойдет. Вот. Единственное, что в Лемон Джим очень странная компоновка всего, то есть там небольшой кусок свободных весов, и там толкутся все мужики и девчонки, потому что, видимо, аудитория этого фитнес-зала им нравятся свободные веса, ну, это классика. Вот. Плюс по периметру у них тренажеры кардио, там дорожка, эллипсоид, лесенка, что-то еще есть. На самом деле из всего этого беру и тренируюсь только на эллипсоиде, я на нем разминалась немножечко, потому что эллипсоид, как и грибной тренажер, их используют тренера-реабилитологи, доктора-реабилитологи, реабилитирую спортсменов. Поэтому дорожка беговая плоха чем? Тем, что когда ты бежишь по земле, у тебя идет соприкосновение со стоящей на месте с землей, а когда ты бегаешь на дорожке, у тебя движется как будто бы еще земля, плюс ты движешься, и это дополнительная нагрузка на колени, поэтому если есть проблемы с ними, то бегать на дорожке, вообще ходить на дорожке не самая лучшая история, лучше делать это где-нибудь аут на улице. Вот, и если нужно кардио, вот как мне разогреться, идеальный вариант либо степпер, но еще лучший вариант это грибной тренажер, но его здесь не было. Вообще очень мало залов, которые мне попадались, я конечно не супер ходок по залам, но тем не менее их было не так много, в которых есть грибные тренажеры. Тут я прям специально спросила, потому что не увидела его, говорю, есть где-нибудь? Ну и девушка администратора сказала, что типа она не в курсе, а она тут вообще недавно работает. Вот, и был большой кусок зала, еще в котором были тренажеры, в которые садишься и что-то делаешь, но там идет изоляция на определенные группы мышц, а мне, поскольку я занимаюсь не часто, хочется, чтобы работало максимально все тело с прицелом на какую-то часть. Ну, сегодня у меня был прицел на попу. Вот, поэтому тренажеры я тоже не очень так жалую. Вот, и был еще большой кусок, наверное, это называется воркаут. Ну, в общем, там можно подтягиваться, там можно прыгать, бегать, там есть вот эти полукруги, на которые встаешь и тренируешь баланс. вот, и можно было делать как это сгибание, разгибание, экстензию, гиперэкстензию. Все их по-разному называют, но по сути понятно. Вот, в общем, вердикт мой личный, Lemon Gym мне не очень понравился, но слава, а, еще нет фитнеса, нету сауны, и очень странная тема, я когда пришла, они говорят, у нас нет браслетов, у нас, в Москве, мне кажется, в самом, даже, в самом, самом бюджетном клубе есть браслеты. Вот, ну ладно, не суть. Она говорит, у нас на шкафчик нужно вешать замочек. Замочек вы можете взять за евро в прокат, либо можете купить за 6 евро. Я говорю, а для пробного визита тоже нужно арендовать замочек? Она говорит, да. Ну, ладно, это не самая большая проблема, я арендовала замочек за евро, но это так странно, я никогда с таким раньше не встречалась, я, конечно, была очень удивлена. Вот. Ну, в общем, у меня есть тут еще в районе два спортзала, это MyFitness и как-то он называется джим Иманта рядом с депо. Я хочу еще и туда, и туда сходить, но, как я выбираю очередность, Лемон Джим, в нем пробное занятие было бесплатным. В MyFitness пробное занятие стоит 3 евро, а вот в этом джиме у них нет одного пробного занятия, там можно купить 3 пробных занятия за, по-моему, то ли 9, то ли 19 евро, я где-нибудь тут напишу, потому что не помню сейчас на память. В общем, они 3 дня будут действовать и можно их, соответственно, использовать. Хотя очень странное, что, по-моему, даже 3 дня подряд, потому что, ну, вообще, мышцам надо давать восстанавливаться, поэтому 3 дня подряд заниматься, это не очень хорошая идея. Но если там есть сауна, это хорошая тема, потому что можно позаниматься, на следующий день сходить в сауну и потом еще позаниматься. Так вот, при таком раскладе хорошо это сработает. Ну, в общем, я сначала пошла в бесплатный фитнес, следующий пункт, через день пойду в MyFitness, там как раз вот 3 евро стоит, надо, правда, взять с собой на всякий случай из дома замок. Ник сказал, что у него есть замочек на всякий случай, вот, потому что он тоже когда-то ходил в этот Lemon Gym. Вот, сходить за 3 евро в этот MyFitness, посмотреть, как там, вот, если понравится, то как-то там с разовыми занятиями выяснить, как это работает, либо купить на месяц абонемент. Ну, если MyFitness не понравится, то пойти в этот джим трехдневный Абик купить. По ценам. Цены в Lemon Fitness, значит, они там стоят, я интересовалась на месяц. В общем, на месяц абонемент стоит 29, по-моему, и 9 евро. Он включает в себя только спортзал, ну, естественно, вот, и все. Вот, если покупаешь абонемент за 39 евро, он уже дороже, на десятку, у тебя там спортзал плюс групповые занятия, плюс можно пользоваться еще спортзалами сети. Ну, как показывает практика, это вообще опция не пригодилась, потому что только если у тебя спортзал рядом с домом и рядом с работой одной сетки, ты там можешь ходить. если же куда-то надо ехать, это вообще жутко неудобно, потому что время сейчас самый ценный ресурс. Вот, и плюсом еще в спортзалах сейчас почему-то перестали ставить кулеры с водой. Ну, причем это появилось еще до пандемии. Я не знаю, почему они экономят на этом, но это же важно пить воду во время занятий. А если ты не взял с собой воду и забыл деньги и не можешь никак себе организовать воды, ну, в общем, это плохо для занятий, лучше сразу уходить. Вот, потому что я сегодня взяла с собой полтора литровую бутылку, вот, в общем, литр я выпила вообще сходу. Вот, такой мой спич насчет спортзала сегодняшнего, но в целом я позанималась хорошо, мне очень понравилось, я прям так размялась такая, ходила в топике, довольная, счастливая. Вот, сейчас пришла домой, очень хочу даже не есть, я очень хочу жрат, так что сейчас буду готовить курчку с гречкой и пока они готовятся, буду выгуливать собакина. Ну, я надеюсь, еще к этому времени, как все приготовится, приедет Ник и мы вместе поедем. Я вот удивляюсь такой рекламы. Твой район заслуживает свой поликон отходов. За то, что свалка позволит создать новые рабочие места, снизить затраты на мусор. Ну, конечно же, это создает некоторые неудобства, например, неприятный запах, но гораздо больше плюсов, поэтому голосуй за то, чтобы свалка была в своем районе. Ну, конечно, можно проголосовать здесь чужой район, но мне кажется, это зашквар. Я сейчас готовлю жраб и хочу поделиться. Я тут в Летле нашла такую штуку прикольную. Это морковь. Ник говорит, что у нее название черная морковь, но она на самом деле по цвету как свекла, либо вот красная часть от красной капусты. Боюсь, что она может красить руки, поэтому сейчас буду ее чистить и тереть в перчатку. Сейчас она как морковка, а внутри она вот такая. Прикольно. Сейчас потру ее в салат. Вот мой вечерний жрат, салат. Огурцы, помидоры это вот красная, черная морковь, куриная грудка вареная, поджаренная и залитая яйцом. Приятного мне аппетита!